И всем привет, друзья! Вы на канале Sky2Games, и сегодня мы рассмотрим с вами симулятор под названием Outdera Underworld. Это симулятор с открытым 3D-миром. Также в симуляторе есть динамическая погода. Симулятор земли, да, скажем так. То есть мы можем приземлиться на любую точку на земле и посмотреть на города, на все красоты, на известные какие-то достопримечательности, посмотреть ландшафты. Очень достаточно интересный симулятор, и причем достоверный. Сделан он полностью по картам Google, я так понимаю. Но достаточно симулятор очень прожорливый, я вам скажу. Так, ну управление в принципе здесь такое же, как в Space Engine. Даже немножко он мне напоминает его. Но самое главное отличие от Space Engine, сейчас вы все в принципе увидите. Это 3D-облака. Посмотри, вот представь, если бы 3D-облака вот такие, да, были бы в Space Engine. Так, сейчас идет прогрузка. Не обращай внимания, что у нас внизу все в пикселях, в каких-то, не знаю, в квадратиках. Сейчас мы опустимся ниже, и мы все с вами увидим. Кстати, перемещение облаков прямо-таки все настоящее. Сейчас, ждите. У нас идет прорисовка области. Вот в Space Engine, наверное, на планетах обычно можно вот такое чисто увидеть, да? Какое-то все квадратное, не знаю, размыленное. Сейчас мы присаживаемся на поверхность. Я не знаю. Кстати, надо было посмотреть, в какой точке мира я нахожусь. И посмотри на эти красоты. Вот представляешь, если бы в Space Engine ты бы спустился на какую-нибудь планету, о боже, вот такие офигенские виды перед тобой бы просто открылись. Посмотри, реальный прям дождь идет. Это же очень здорово. Сейчас я немножко замедлю скорость. Такс, подлагивания, подлагивания будут. Тут при прорисовке я... Такс, мне интересно знать, где мы. Давайте посмотрим локацию. Наша локация. Вы можете спокойно путешествовать в свой даже город. Я, кстати, находил свой город. Но знаете что? То, что самое фиговское. Здания немножко не такие, как хотелось бы их видеть. То есть они ненатурально выглядят. Я вам потом объясню, почему. Покажу. Такс, вот наша карта. Значит, и мы... Мы в Китае. Мы в Китае. Мы можем спокойно здесь перемещаться. Ну ладно, сейчас мы к этому вернемся. Давайте посмотрим на все ландшафты. На все эти красоты. Посмотри. Как капли дождя летят к нам в камеру, когда мы перемещаемся. И посмотри, как ложится свет от солнца. То есть сейчас облака закроют солнце. И у нас здесь будет тоже темно. Смотри, как перемещается тень. А теперь давайте посмотрим воду. Теперь давайте посмотрим 3D-воду. И прислушайся к звукам. Если бы все это было определенно оживленным в Space Engine, это было бы грандиозно. Растительность, трава. Ого. Да, жалко, это не симулятор Вселенной, а симулятор всего лишь планеты Земля. Но повторюсь, друзья. Можно переместиться и посмотреть любой город. Любой, какой вы только захотите. Все ландшафты полностью сделаны со спутников. Так. Давайте сейчас мы переместимся в лес и посмотрим, как у нас от ветра колышутся деревья. Посмотри. Ветки. Это просто грандиозно. Это офигенно. Тени. Затемнения. Все очень здорово, да? Так. Ну что же. Давайте куда-нибудь переместимся. Я не знаю. Так. Кстати, в этот симулятор достаточно делают очень много модов. То есть можно... У меня здесь половины модов нету, они мне ни к чему. Можно добавлять самолеты, машины и проехаться по родным улицам города. Либо, не знаю, попутешествовать по каким-нибудь другим ландшафтам и красивым горам. Так. Локация. Давайте сейчас я найду свою локацию. Там, где именно я живу. Можно... Так. Это у нас Китай. Казахстан. Украина. Финляндия. Москва. Так. Ну, конечно, мой город... Сейчас, подождите. Александровская. Электростальногинск. Если вы спросите, где можно скачать данный симулятор. Данный симулятор можно скачать в группе ВКонтакте. Ссылочку я оставлю в описании. Проходите там по ссылочке, в принципе, и скачиваете. Данная игра весит, если я не ошибаюсь, 3 гигабайта, 710 мегабайт. Такс. Ну что же, вот мой город. Чем-то напоминает флайт-симулятор, да, согласись. Но флайт-симулятор в новом симуляторе авиаперевозок, авиапутешествий. Конечно, дома, здания все сделаны, как в реальности они выглядят. Но в этом симуляторе здания какие-то, я не знаю, неправдоподобные. Я, конечно, узнаю свой город. Так, мне бы найти свой район. Мой район, по-моему, я вон там живу. Где-то, где-то вот здесь, по-моему. Район Черемушки. Это 100%, я его узнаю. Воют волки. Откуда у нас волки в городе? Что-то мне непонятно, знаете, что динамическая погода. Погода. У нас, по идее, снег, а здесь, блин, лето. У нас везде лежит снег, зима. Так, давайте куда-нибудь еще попутешествуем. Можно, в принципе. Такс, Африка. Можно слетать в Антарктику, почему бы нет. Прямо в Антарктику. Льды, замерзшая, вечная мерзлота. Где-то в небе опять. И опускаемся на поверхность. Кстати, в симуляторе очень... Ух ты, ты посмотри. Вот это красота. Вечная мерзлота. Ух ты. Поверхность, да, выглядит, я скажу... Стой, стой, не так быстро. Поверхность выглядит очень правдоподобно. Камушки, снег, лед. Течет вода. Скажу так, что если опуститься где-нибудь на планете, допустим... Сейчас мы поднимемся наверх. Поднимаемся в космос. Так. И давайте сейчас найдем какую-нибудь ночную сторону Земли. Очень эффектно, знаете, выглядят смены дня и ночи. Перемещение здесь очень простое. Все легко выполняется. Клавиши и шифты. Всего лишь кнопками В, А, С, Д и кнопочками мыши. Жалко, не подсвечивают у нас города. Так. Не опуститься бы мне куда-нибудь в океан. Динамическая погода. Ой. Я куда-то провалился. Вот этого я не ожидал от симулятора. Так, прорисовка. Океан. Мы в тихом, наверное, океане, скорее всего, где-то. Либо в Атлантическом. Так, давайте найдем еще какую-нибудь локацию. Можно посетить, я не знаю. Давайте слетаем в Африку, почему бы нет. Так. Окей. Опускаемся. Здесь у нас пустыня какая-то. Ждем, ждем прорисовки. Горы, океаны, вода, озера, реки, леса. Все полностью в симуляторе выстроено так, как есть на самом деле. То есть, все то, что есть на земле, в этом симуляторе полностью присутствует. Конечно, скажу, что симулятор немножко требовательный. Ждем прогрузку. Такс. Отлично, есть. Процессор поджирает очень достаточно нормально. Вот видишь, да, у меня сейчас даже идут пролагивания. Давайте слетаем в горы. Немного медленнее скорость. Так. Где-нибудь можно опуститься здесь. Вот если бы в Space Engine, блин, была бы даже хотя бы вот трава, просто растительность. Это было бы очень-очень здорово. Такс. Можно посетить какой-нибудь теперь большой город. Я почему-то так и остался в России, и это была не Африка, к сожалению. Северная Америка. Так, Северная Америка. Давайте куда-нибудь в штат Калифорния. Штат Калифорния, город Лос-Анджелес, допустим. Так. И перемещаемся. Почему я не опускаюсь на поверхность? Конечно, можно какие-то делать нарезки с путешествиями в видео. Простите. Да что за предельная скорость. Медленней. Медленней можно. Вот так. Отлично. Делать какие-нибудь красивые видео, фото, еще что-нибудь в этом роде. Так. Сделаем еще медленней скорость. Посмотри, какие волны. Ты только обрати внимание на волны. Почему нету этого в Space Engine? Да, это Лос-Анджелес у нас. Штат Калифорния. Интересно, я найду знаменитую надпись Голливуд. Вообще, в эту игру, я знаю, насколько делают множество, есть множество модов, что можно оживить вот эти все города полностью. То есть, у нас будет реальный трафик. Реальные люди. То есть, ну, передвижение. Это здорово. Аэропорт Лос-Анджелеса. Так, это не аэропорт Кеннеди, да? Имени Кеннеди. По-моему, у нас в другом месте находится в Нью-Йорке. Если я не путаю. То есть, все реально так, как есть на планете Земля. То есть, все города полностью. Это идеально. Можно еще будет посетить стартовую площадку во Флориде. Так. Посмотри. Да, идеально. Здание. Динамическая погода. Ты слышишь? Раскаты грома. То есть, сейчас, в данный момент в Лос-Анджелесе идет гроза, идут дожди. И тут, ты слышал, раскаты грома. Посмотри, насколько огромна местность. Мы можем спуститься в любую, практически в любую, не практически, а в любую точку земли. Проехаться даже по улицам на машине. Тут есть, конечно, у меня пара модов. Конечно, дома, да, неправдоподобно выглядят. Но все дороги, все улицы, они сделаны так, как есть на самом деле. То есть, все настоящее. Так, давайте сейчас мы взлетим, наверное, повыше. Так, давайте попробуем найти... Сейчас, подождите, локация. Мне хочется посетить... Так, Уэст Голливуд. Ага, окей. Мне хочется посетить и Зону 51. Где бы ее бы только найти бы. Так. Зона 51. Штат Аризона. Феникс. Ох. Вот это раскаты грома. Так, ладно, давайте сейчас мы с вами посетим Флориду. Майами. Где у нас находится стартовая площадка НАСА? Нэшнал. Парк. Роуд. Так. Марко Исланд. Ладно, давайте просто... Не знаю, опустимся туда. Давайте просто перелетим в Майами. Мы над штатом Майами. Опускаемся на поверхность. Немножко ускоримся. Да, достаточно очень долго идет прогрузка. Очень долгая прогрузка. Ты представляешь, вся информация просто, которая есть в Google, там, не знаю, а в остальных каких-то приложениях, картах это все полностью сейчас тебе прогружается. Сколько это занимает памяти и места. Чтобы загрузить каждую дорогу, каждую мелкую речушку, каждое дерево. Это просто невероятно. Кстати, по-моему, здесь можно даже слетать на Луну. Но я не стал этого делать. Очень долго лететь. Так. Ну что же, добро пожаловать в штат... Так, стоп. Добро пожаловать в Майами, штат Флорида. Реальные здания. Так. Давай немножко помедленнее, потому что, блин, с такой скоростью очень процессор не выдерживает и загружается очень долго. Здания все реальны полностью. Конечно, более интересно в этом симуляторе, знаете, путешествовать по каким-нибудь живописным местам. не знаю, посещать какие-нибудь национальные парки, не знаю. Да. Это очень здорово. Можно прямо опуститься сейчас в лес, если хотите. И посмотрим, как это все будет выглядеть. Оп. Сейчас, если будет пролагивание, ребятки, я извиняюсь, дико извиняюсь. Посмотри, насколько красивы ландшафты. Да, ты видишь, насколько сейчас мой процессор перегружен и как все пролагивает. Если бы это не такая густая растительная местность, то было бы намного лучше. Нет, я могу, конечно, снизить качество, но я не знаю, как будет все это выглядеть. А так можно спокойно пройтись по лесу, пособирать грибы, ягодки, не знаю. Давайте сейчас мы опустимся на пляж Майами. на теплый пляж Майами. Блин, как же лагает. Это просто жутко. Так, пляж. Посмотри, 3D-вода. Вот представь, если бы это было бы Space Engine. Боже, ну когда мы дождем с этого? Можно представить себя, сейчас знаешь, что ты на пляже на теплом, на теплом берегу. Это так здорово. Просто вот сейчас шикарнейший вид. Даже можно просто, знаешь, смотреть, опуститься на поверхность и смотреть в дальнюю точку. Сидеть. Ого, ты посмотри, пальмы, да еще и кокосы. Я говорю, здесь все настолько натурально сделано. Тут, я не знаю, тут, наверное, даже каждый камушек, который только существует на планете Земля, который лежит, его можно приблизиться и рассмотреть. Это невероятно, просто фантастика. Идеально. Да. Ну, вот такой вот, ребятки, симулятор. Если вам понравилось данное видео, обязательно поставь пальчик вверх, подпишись на канал. Если ты хочешь еще каких-нибудь таких же видео с данным симулятором, мы, в принципе, с вами можем его рассмотреть еще раз, сделать. Ну, а если хотите узнать, где можно скачать данный симулятор, ссылочка будет в описании под видео. Можете попутешествовать по всему миру абсолютно куда только захотите. Главное, берегите процессор и все будет хорошо. Так, сейчас я опущусь на какой-нибудь пляж и здесь закончу свое видео. Теплое море, теплый океан, теплый океан, простите, море, теплый океан. Да. Так, прогрузка завершена, прогрузка завершена, все хорошо, все прекрасно. И вот наша пальма. Ну что же, я думаю, на этом все. Вот. В общем, пишите комментарии, хотим ли мы пролететься еще куда-нибудь, попутешествовать, рассмотреть какие-нибудь места, где мы с вами, может быть, даже никогда не будем посетить достопримечательности на нашей планете Земля. Все? В принципе, жми пальчик вверх, подписывайся на канал. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok